Ворске стало обычаем, что хоккейный матч любимой команды Южный Урал это не просто игра в три периода, это праздник, который объединяет горожан. Помимо игры, интерес у зрителей вызывает и история развития Южного Урала. Со времен основания команды накопилось много интересного материала, который хранится в музее спорта. Хоккей в городе появился в 1957 году, и по сей день команда активно развивается. Все начиналось с открытой площадки самодельных клюшек и раритетных коньков. Ребята заходят сюда в музей, они удивляются, они ничего не видели. Это железные коньки, допустим, как на этих коньках играли. Вот я помню такой момент, еще на открытой коробке играли, а мороз градусов 30 зашкаливал, полный стадион. И тот из наших игроков, я же не помню точно, щелкнул шайбу. От мороза шайба пополам развалилась. Такие сильные не только телом, но и духом ребята развивают спортивную культуру в Орске. Вратарь 70-х годов и ветеран Орского хоккея Иванов Николай – кумир и пример для подражания подрастающего поколения. Уникальный экземпляр хранится. Это маска вратаря Иванова Николая, сделанная им самостоятельно. В настоящее время Южный Урал выступает в открытом всероссийском соревновании команд мастеров высшей лиги дивизиона «Восток». Команда провела три игры выездных. В целом, игрой и результатом я доволен. Показали неплохой хоккей, строго сыграли в обороне, нападающие наши забили шесть голов, что радует. И шесть очков набранных, и особенно радует игра, которую мы в последних играх показываем. Впереди активная подготовка. И прошедшие выездные игры только вдохновляет. Настрой боевой, игры будут тяжелые, но при своих болельщиках, я думаю, дворец спорта будет опять переполненный, как всегда. Мы будем играть только на победу. Теперь шайбы не раскалываются от мороза. А как повелось, после выигрыша южноуральцев, они разлетаются в подарок ликующим болельщикам. Юлия Бахтиозина, Артем Абаполов, телеканал ЮТВ Орск.